Международный авиакосмический салон МАКС в этом году остался без главной ожидаемой премьеры. Опытный самолет МС-21, позиционируемый как новая надежда российской гражданской авиации, еще не прошел испытания. Впрочем, российский авиасалон все равно остается лидером по количеству экспонатов. Дана Нуржан продолжит. МАКС входит в пятерку крупнейших авиасалонов мира. Вообще их масштабность оценивается по количеству участников и сумме заключенных контрактов. По этим параметрам МАКС, конечно, уступает французскому Ле Бурже, английскому Фарнбера и арабскому Дубай Airshow. Однако российский МАКС лидер по количеству демонстрируемой летательной техники. Здесь на аэродроме представлены 116 гражданских воздушных судов и 18 военных летательных аппаратов. Правда, пока они закрыты для обычных посетителей. В первые три дня по традиции здесь только официальные делегации и идет деловая программа. Мы ожидаем, что в итоге здесь будет примерно 170 иностранных участников из 50 стран. Много официальных делегаций, порядка 70, большое количество наших предприятий. Представлено будет порядка 650 образцов продукции военного назначения. Зрители не увидят заявленную и самую ожидаемую премьеру авиасалона. Российский авиалайнер, который позиционируют как главный конкурент Boeing 737 и Airbus A320. Самолет решили не выставлять, поскольку он еще не прошел испытания. А вот среди представленных новинок вертолеты Ansat и Ми-38, а также истребитель МиГ-35. Традиционно на МАКСе присутствуют крупнейшие мировые компании. Так, например, Airbus представила авиалайнер, наполовину построенный из углепластика, сверхлегкого современного материала. В этом году наша компания представляет новейшую модель А350-900. Эта модель предполагает на 25% ниже расхода топлива. На 53% она создана из композитных материалов. И уровень шума на 40% ниже, чем модели конкурентов. Пожалуй, самая интересная часть выставки — это авиашоу. В 2017-м в Жуковском представлены 8 пилотажных групп и более 80 самолетов. Впервые за 25-летнюю историю салона в шоу участвуют военные летчики из Объединенных Арабских Эмиратов. Для обычных посетителей МАКС будет открыт с 21 по 23 июля.